Мы в Лувре. Перед нами масштабное полотно «Кисть Игро». Наполеон в госпитале чумных в Яффе. Это явно не Париж. Нет, это Ближний Восток. Сюжет таков. Войска Наполеона воевали с британцами, и в это время часть из них заразилась чумой. Тогда Наполеон отправил зараженных солдат на своего рода карантин во временный госпиталь в мечети в Яффе, а затем посетил их там в 1799 году. Эта картина была написана пять лет спустя, и на ней реальные события предстают в романтическом, облагороженном виде. Когда Наполеон заказал это полотно, он уже стал императором Франции. А во время изображенных событий он был еще только генералом армии. Наполеон, безусловно, осознавал огромную силу влияния искусства на умы. Вот почему на картине он является в госпиталь, будто Христос. Доктора и соратники наперебой советуют ему прикрыть рот, не вдыхать воздух, пропитанный заразой. Но он словно не замечает их, проходит бесстрашно, будто Христос, и даже касается ран одного из больных. При этом в изображении Наполеона Гроу явно опирался на Аполлона Бельведерского. Поэтому в фигуре Наполеона есть черты Христа и в то же время элементы великой классической традиции. На самом же деле история, похоже, была весьма неприглядна. Есть свидетельства о том, что Наполеон заставил больных солдат травиться опиумом. Кроме того, часть пленников, захваченных в бою, Наполеон велел заколоть штыками. Он не хотел, чтобы они мешали продвижению войск и не желал тратить на них порох. Словом, здесь нет ощущения правды жизни и правды боя. Чистая пропаганда. Пропаганда Наполеона, который хочет предстать в образе божественного лидера. В самом начале я сказала, это не Париж. Отчасти потому, что посетителям парижского салона 1804 года полотно наверняка показалось бы экзотичным. Явно исламская архитектура, явно далекие страны, фигуры в тюрбанах и заморских одеждах. Отчасти картина привлекала внимание именно экзотизмом и зачатками ориентализма. Гро принял интересное композиционное решение. Мы видим фигуры на переднем плане. Что-то вроде декораций, выстроенных с помощью архитектуры и ряда исламских арок, о которых вы упоминали. И, разумеется, потрясающее пространство за ними. Фигуры умерших или смертельно больных находятся в тени. А Наполеон, конечно, освещен солнцем. Освещение здесь в духе Караваджо. Чередование очень светлых и очень темных фрагментов. Резкие световые контрасты. Этот прием в романтизме заимствован из барокко. Хотя романтизм еще лишь зарождается, но неоклассица из мужа остался позади. Мы видим, что художники берутся за современные сюжеты, повинуясь велениям Наполеона, который хочет увековечить свое правление и возвеличить себя с помощью искусства. Он — герой. И дома, и на чужбине. Артурная музыка